Добрый день дорогие друзья у нас очередной выпуск программы смотрите кто пришел я ее ведущий журналист Рустам Вафин и наш сегодняшний гость проректор по внешним связям Казанского Федерального Университета Альша Тимирхан Булатович добрый день добрый день Тимирхан Булатович мы с вами поговорим сегодня на тему международной деятельности Казанского университета в новых внешнеполитических условиях затронем проблемы и сконцентрируемся на возможностях которые открывает в общем-то новая международная реальность реальность которой мы оказались как он смысле отрезаны от значительной части мира и связи с этим мы идем на восток я думаю что не совсем так не совсем так однозначно и об этом не раз говорил руководство нашей страны что Россия остается открытый сотрудничество с разными странами мира и восток тоже понятие относительно допустим Африка находится несколько западнее если смотреть строго по карте мира чем Российская Федерация но мы активно работаем с Африкой Латинская Америка это запад или это восток это запад скорее всего Латинская Америка у нас тоже очень плохие отношения и я на самом деле думаю что и мы это видим на самом деле не только я об этом думаю что многие страны Европы и даже Соединенные Штаты Америки и даже Япония накладывая санкции параллельно ищет способы налаживания диалога и коммуникации мы это видим не только в сфере образования мы видим это в сфере торговли и промышленности накладывая санкции они тут же снимают ряд санкций делают исключения из этих ограничений потому что понимают что с такой большой страной как Россия очень сложно разговаривать на языке ультиматумов очень сложно ставить какие-то односторонние условия в любом случае с Россией будут работать будут сотрудничать по-другому просто невозможно и на самом деле в образовании примерно также несмотря на те ограничения которые есть у нас продолжается в ряде случаев и академическая мобильность наши ученые принимают участие в конференциях за рубежом я имею европейские страны в том числе их приглашают на эти конференции потому что понимать что уровень развития образования науки в Российской Федерации такой что он носит очень существенный вклад развития в развитие мировых технологий и невозможно такую большую страну которая занимает и такое большое место на земном шаре просто отрезать от прогресса от текущего развития науки образования поэтому с одной стороны безусловно с европой с коллективным западом как сейчас модно говорить отношения не прерываются возможно часть соглашения и мы это видим они приостанавливают свою работу но никто не отменял диалог между учеными и мы видим примеры даже на наших конференциях когда ученые западные ученые продолжают принимать не участие просто не указывать свою афилиацию с конкретным университетом потому что есть определенная соподчиненность есть определенные регламенты есть определенные приказы указы которые были даны в западных странах там очень четко работает бюрократия и раз получив приказ о том что нельзя работать с определенной страной это очень четко потом распространяется среди образовательных организаций но при этом сами ученые они продолжают с нами заработать сотрудничестве часто в конференциях происходит совместной публикации поэтому здесь нельзя говорить так однозначно но безусловно сегодня большой акцент продолжу во первых он раньше делался на сейчас большим усилием будет делаться на страны азиатского региона как вы сказали ну хорошо с коллективным востоком вот но и и это страны которые традиционно имеют очень хорошее отношение с казанским федеральным университет поэтому в этом смысле казанский федеральный университет находясь как нам говорили на границе между востоком и западом находится очень выгодной ситуации данном случае эти тест на буквальность проведем обладать вот последние три месяца география ваших поездок ну это действительно те страны которых говорить это турция это иран это узбекистан это казахстан и коллеги это причем по нескольку раз в этих странах и планируются поездки у нас также еще дополнительно в индию и в китай то есть это те страны которые нас интересуют на только мои поездки у нас очень активно работают директора институтов и другие про ректора которые посещают страны и за кавказе да и те же самые самые страны азиатского региона у нас был большой выезд таджикистан например совершенно недавно вот нас киргизии очень хорошие отношения недавно прошел союз с заседание союза ректоров россии киргизии в екатеринбурге то есть это да безусловно акцент очень сильно делается минут на этот блок стран правильно понимаю что занавес который поставлен на западе между россией и коллективным западом он вообще не такой уж и железный этот занавес но в некотором смысле связан с логистикой потому что действительно сейчас нет прямых авиарейсов в европейские страны но наши ученые ездят через стамбул через арабские эмираты я хочу сказать что даже перед советского союза когда нам говорили о каком-то железном занавесе был очень активный обмен научный обмен меньшей степени образовательного большей степени научно он сохраняется сегодня мне кажется будем двигаться примерно в том же в том же русле безусловно этот коллективный запад накладывает какие-то ограничения на распространение техных технологий критических технологий поэтому возможно в тех областях науки где действительно определяется вот это высокий уровень критичности так называемые и нежелание запада делиться этими технологиями возможно там будут какие-то ограничения для наших ученых но настоящее время еще раз повторюсь наши ученые продолжают участвовать во многих конференциях в которых им было не отказано в участии а наша позиция такая что мы сами ни от чего не отказываемся и стараемся не отказываться потому что мы открыты этому сотрудничеству если в нашу сторону нет негативных отзывов нет каких-то писем разрывающих отношения с какими-то университетами или научными центрами мы подобные разрывы отношений не инициируем сами а такие письма были я бы сказал что их немного у нас большинство писем которые к нам поступают они от ученых некоторые от администраторов о приостановлении взаимоотношений приостановление взаимодействия и большинстве из этих писем сквозит знаете такое желание продолжить сажали так ты сожаление желание продолжить контакты после того как их перестанут заставлять это делать и заставлять рассылать эти письма у нас даже я прошу прощения нас было пожалуй одно письмо из одного из чешских университетов я сейчас не буду уточнять какой-то университет на две страницы с найти экскурсом в историю начиная с 19 века экскурсом в историю российско-чешских отношений в которых описывается все видимо то плохое что по их мнению российской империи советский союз российской федерации настоящее время дело по отношению к чешскому народу очень надуманное письмо но видно что составлял его ученый историк причем пришло оно к нам от администратора ну видимо есть определенный шаблон писем который рассылается который был предложен вузом и мы тоже к относимся с пониманием потому что действительно многие из них ведут себя так и определенным образом значит коммуницирует с нами из-за того что есть определенные циркуляры которые приходят в эти университеты от высшестоящих органов и они должны их исполнять точно так же как мы с вами когда получаем приказ от министерства мы в принципе тоже стараемся придерживаться и руководствоваться позицией нашего учредителя нашего правительства нашу президент у меня такой вопрос а если западные вузы которые не написали подобных писем о приостановлении деятельности и лишь формально у вас остаются конечно можно назвать хотя бы или все-таки пока не желательно я не буду их называть потому что многие большинстве случаев подобное не написанием наш адрес писем является доброй воли университетов и я думаю что это определенный риск даже для самого университета потому что мы знаем мир политику немецких университетов которые достаточно как бы единодушно приняли позицию их органов власти скажем так но есть ряд немецких университет с которыми у нас очень долгие отношения вы знаете что наш университет вообще его основателями являются немецкие профессора и у нас просто родовая пуповина если извините за это выражение петербургского университета и московского самого понятия университета как у нас говорил александр швурстенко не российского не русского происхождения и конечно у нас с ними хорошие отношения и они это понимают и они продолжают эти отношения и он раз ряд наших студентов настоящее время находится на мобильности в этих университетах все не поехали мы подписались командировки понятно со всеми условиями но они находятся там то есть здесь продолжаются контакты и продолжается взаимодействие казанский университет это университет со значительной долей с большой долей учащихся из-за рубежа 24 февраля начала известных событий последующие отключения от свифта ограничения финансовых движений карточек и масса других это ограничений они вы почувствовали это вот это наши студенты зарубежные как отреагировали в нас и события как почувствовали и мы почувствовали студенты безусловно мы как люди которые есть за рубеж достаточно активно этом наше сообщество проекторов по внешним связям в целом университет в россии люди которые занимаются международной деятельностью у нас в университете это почувствовали это безусловно связано с проблемами вот этой финансовой больше мобильности да отключение от свифта само по себе не произошло и же и там одномоментно причем от свифта не отключили всю страну вы знаете что от свифта отключали отдельные банки возможно да и не совсем правильно обозначил у нас проблем да у нас основная проблема была связана с тем что перестали действовать карты виза и мастеркард на территории российской федерации и карты выпущенные у нас виза и мастеркард перестали работать на территории зарубежных стран вот это наверное основная проблема с которой столкнулись наши студенты потому что многие из них заехали с карточками зарубежных банков и пользовались этими картами снимали наличность и так далее безусловно мы просили студентов чтобы они достаточно оперативно оформили местные карты они это сделали пользуются но в ряде случаев они получают стипендии от правительств а эти стипендии приходят именно на карточки тех банков гражданами которые эти эти студенты являются национальных банков да и соответственно конечно были определенные сложности но доходил до смешного что к нам приезжал атташе по образованию одной из стран с чемоданчиком с деньгами наличными и мы просто раздавали студентам наличные деньги для того чтобы не было возможно здесь продолжать одна из африканских стран но я хочу отметить что исполняющий обязанности ректора университета дмитрий бочтаюрский я мы по его поручению мы собрали студентов многих иностранных студентов мы собирали активистов собирали то есть актив иностранных студентов и разговаривали с ними то есть какие проблемы у них есть бытовые проблемы наш ряд студентов и не говорит обо своих проблемах пытается эти проблемы решить самостоятельно мы видим что если проблему замалчивают и зачастую она перерастает нечто больше поэтому мы встречались обсуждали искали выходы очень большую работу проделали институты замы по международной деятельности либо специалисты кто занимаются международными студентами в наших институтах. Это была ежедневная контактная работа, и мы пытались решать бытовые и социальные проблемы студентов в таком текущем режиме. Случился ли отток? Кроме всего прочего, мы встречались со студентами по национальному признаку. Я встречался отдельно с турецкими студентами, отдельно с иранскими студентами. И, конечно, было большое желание, они говорили, особенно это было в феврале, в начале марта, можно ли уехать из страны, то есть мы хотим перейти на онлайн-образование. Дело в том, что зачастую инициаторами были даже не сами студенты, а их родители, которые находятся в странах изначального проживания, на родине, и они, конечно, находятся под большим влиянием, воздействием средств массовой информации. Не секрет, что специальная военная операция, за ней последовала серьезная информационная атака на Российскую Федерацию, и это до сих пор продолжается. И когда, если мы посмотрим зарубежные средства массовой информации, CNN, BBC, на арабском мире, это Аль-Джазира, то там действительно серьезный крем в сторону такой западной повестки. И описание ситуации в Российской Федерации какой-то катастрофичной, связанной с экономическим кризисом. Вы помните, как нам говорили, что инфляция в нашей стране будет там чуть ли не двухзначная, или точнее трехзначная, двухзначная вроде мы имеем уже. Но говорили о том, что рубль скоро упадет очень сильно и так далее, что доллар скоро будет 120 рублей. Это очень плохая экономическая ситуация. Кроме того, конечно, возникли логистические проблемы. То есть для родителей самое важное, что отменились многие авиарейсы. И родители подумали, что если отменяются авиарейсы, значит их ребенок, скорее всего, в ближайшее время или в скором будущем не сможет вернуться на родину. И для них это было серьезным поводом для того, чтобы просить своих детей вернуться обратно. Они не могли вернуться, поскольку у них здесь идет учебный процесс. Я сам был в переписке со многими родителями. Мы выходили в Zoom, и я просто во двор университета выходил с ноутбуком и показывал им ситуацию вокруг. Говорил, смотрите, войны нет, все замечательно, ваши студенты в хорошем состоянии, мы о них заботимся. То есть они в безопасности, с вашими детьми все хорошо. Это первый момент. То есть это очень плотная, интенсивная работа с родителями, переписка, звонки и так далее. Второе, это работа с своими студентами, как я сказал. И тогда мы смогли многих убедить, что не стоит сейчас паниковать, не стоит принимать поспешные решения. Я хочу сказать, что многие консульства и посольства, работающие в Казани и в Москве, оказали нам поддержку в этом вопросе. И они приняли позицию университета и сказали, что если университет все-таки просит вас остаться, то вы должны остаться и продолжить обучение. И мы видим, что по прошествии вот уже двух-трех месяцев все опасения, которые высказывались тогда, они не имели оснований. Сегодня вполне спокойно и нормально. Значит, студенты могут здесь находиться без проблем. И финансовое положение постепенно управляется. И более того, восстанавливается авиарейс. Уже есть прямые рейсы из Казани. Их количество увеличивается. В том числе страны Центральной Азии. Есть рейсы прямые в Стамбул. Я хочу сказать, что одна из стран, в которой мы активно работаем, — Туркменистан. У нас много студентов из Туркменистана. Мы лидеры в России по количеству студентов из Туркменистана. Наше университет. И сегодня есть прямые рейсы в Ашхабад из Казани. Раз в неделю. Скоро будет два раза в неделю. И пока еще ни одного прямого рейса из Ашхабада в Москву. То есть Казань становится хабом, например, для ребят из Туркменистана, которые возвращаются или приезжают. Поэтому я хочу сказать, что Казань в этом смысле достаточно спокойный, благополучный город. И, конечно, нам удалось тогда убедить студентов, родителей, чтобы они не паниковали и были в спокойствии. Вы сказали, что, и вы это почувствовали, видимо, да, о том, что страны, в том числе заграничные страны, дальние зарубежья, при достаточно мощной информационной кампании, которая там идет, они осторожно относятся к России, в том числе, видимо, как представителю ее там не приходилось доказывать, что рожек-то у нас нет. Ну, вы знаете, никогда не приходилось, я бы так сказал. И иногда горячие головы в средствах массовой информации у нас, в России, говорят о том, что нас никогда в России не воспринимали как равного партнера, поэтому давайте мы и не будем с ними взаимодействовать. Я думаю, что все мои коллеги, которые активно участвуют в академическом обмене, в научном обмене, которые ездят на конференции, которые принимали участие в различных школах, работали, защищали диссертацию за рубежом, они видят, что, в принципе, к российским ученым в целом благоприятные отношения и к студентам из России, на самом деле. То есть там никогда не было какой-то дискриминации по национальному признаку. Наоборот, считалось, что люди, которые приезжают из России, это люди высоким академическим уровнем. Сегодня, когда мы приезжаем, ну, во-первых, мы не ездим сейчас в страны, которые попадают для нас в список недружественных, большого желания даже пока нет, честно говоря. Но мы ездим в другие страны, и, конечно, идут определенные дискуссии. Но я бы сказал так, что люди, которые находятся на достаточно высокой иерархии академической, люди заслуженные, это люди из многих советским прошлым, это люди, которые стали успешны сейчас уже в академической среде, а в другой стране, в более молодое поколение. Они, в принципе, достаточно большим пониманием относятся к тем решениям, которые принимались в Российской Федерации. Я сейчас говорю и о Турции, и об Иране, и о Центральной Азии. Там есть понимание того, что невозможно продолжать жить в однополярном мире. Там есть понимание того, что мир меняется, и во многом те санкции, которые накладываются на Россию, они тоже неправомерны. И есть большое желание налаживать, интенсифицировать взаимоотношения с Российской Федерацией и заменять во многом те зарубежные университеты и научные центры в тех взаимоотношениях, в тех проектах, которые реализовывались в Российской Федерации. Скажите, то, что вы представляете не просто Российскую Федерацию, а в том числе и Татарстан, и Казанский университет, как расположенный в земле Татарстана. Вот эта татарстанскость ваша, она как-то влияла на восприятие вас в той среде, в которой вы общились? Да, безусловно. Я сейчас ведь говорил и перечислял эти несколько стран. Я хочу сказать, что, безусловно, там знают Казань и знают Республику Татарстана, очень благоприятно относятся к нашему региону, в том числе благодаря активности президента нашей республики, правительства нашей республики в целом, экономических лидеров нашей республики, наших крупнейших предприятий в этих странах. Республику Татарстан знают и о Казани знают. И поэтому, неусловно, когда мы говорим, что мы из Российской Федерации, мы из Казани, отношение особо теплое. Это связано и с культурной близостью, и с ментальной близостью к тем странам, которые мы с вами перечислили. Поэтому, безусловно, если мы говорим о этом исламском, скажем так, поясе, ближневосточном, среднеазиатском, то отношения к Казани очень теплые. И мы видим это не только по нашим визитам, мы видим это и по визитам наших коллег сюда, когда они приезжают. Совершенно недавно проходил Казань-саммит, сейчас проходит стажировку проректора узбекских университетов в нашем университете. И мы видим, что, приезжая сюда, они чувствуют себя здесь как дома. И с этим впечатлением они возвращаются к себе домой, к своей стране. И рассказывают об этом. И это слава, которая идет впереди университета. И, конечно, само слово Казань, республика Татарстан, оно играет свою роль. Есть магия. И делает отношения более доверительными, скажем так. Мы практически во всех странах, которые мы с вами перечислили, даже Иран, несмотря на то, что это фарси, персоязычные страны, у нас очень много общего и в языке. В татарском языке есть много слов из фарси, и если их слушать медленно, то мы, в принципе, можем понять, о чем они говорят. Я не говорю о Турции, где, в принципе, понятен, и турецкий, мой второй иностранный, например. Мы говорим о Узбекистане, Казахстане, которые достаточно близки к татарскому языку. То есть это все с языка, начинается с языка, но продолжается в сфере какой-то ментальности, общей культуры, общего понимания ситуации, общих мотивов и стимулов. И понимание того, что, наверное, нужно восстанавливать то, что было в последние 20-30 лет утерян. Такой вопрос. Возвращаясь к географии ваших поездок. Вы сказали, Казахстан, Узбекистан, Египет. О Египте я еще не говорю. Это тоже интересное направление работы. Иран. Иран. Давайте по списку. Начнем с Ирана. Что вы там делали? Что интересного? Увидели, что можно применить здесь? Во-первых, хочу сказать, что Иран всегда был одним из партнеров Казанского университета. У нас подписано порядка шести меморандумов взаимопонимания с различными иранскими университетами. И надо сказать, что Иран приятно впечатлил после нашей поездки. Это действительно очень развитая в сфере науки и технологий страна. Одна из задач которой это опора на собственные силы. Иран находится 40 лет под санкционным давлением запада коллективного. И за это время он научился многое делать самостоятельно. Там, где мы всегда рассчитывали на импорт, на какие-то зарубежные технологии, на то, что нам кто-то что-то продаст, Иран всегда рассчитывал сам на себя. И мы видим, что несмотря на понятные ограничения на некоторую, может быть, бедность, которая есть в этой стране, с точки зрения науки и технологий, он достаточно самостоятельен. И многие вещи, которые разрабатывают, в том числе, например, аналитическое оборудование для лабораторий, микропроцессоры, они делают самостоятельно у себя в стране и опираются на этот базис. Мы посещали университеты, ведущие университеты, это и Тегеранский университет, проректор которого чуть ранее в мае приезжал к нам в университет, и мы договорились о многих контактах, взаимодействиях. В том числе, например, достаточно интересно, поскольку мы находимся в телевизионной студии, у Тегеранского университета тоже есть свой телевизионный канал, и мы договорились, возможно, о создании совместной телепередачи, где мы будем рассказывать о Иране, о стране во многом загадочной для российского обывателя. А Тегеранский университет на своем канале будет рассказывать про Республику Татарстан, про Казань, про Казанский университет. Мне кажется, достаточно интересно. Но я хочу отметить, что на самом деле до пандемии у нас были прямые авиарейсы между Тегераном и Казани. Раз в неделю летал самолет. И мы очень надеемся, что эти рейсы будут восстановлены осенью текущего года. Тем более, что сегодня у нас в университете обучается около 600 ребят из Ирана. Надо это учитывать. То есть это большой интерес. И ровно в том числе и из-за этого мы поехали. Потому что если есть интерес страны студентов, то, скорее всего, будет интерес страны университетов и интерес к совместным образовательным программам. Это то, что мы обсуждали. Мы обсуждали возможность открытия подобных программ. Мы обсуждали поддержку, в том числе, преподавание русского языка. Вы знаете, что в Иране работает 7 кафедр различных университетов, 7 кафедр русского языка. И мы договорились о презентации, во-первых, этих кафедр, тех возможностей, которые у нас есть, наших учебно-методических материалов. Одна из презентаций, например, пройдет завтра в 10 часов. Я не знаю, когда в записи передача выйдет. Одна из презентаций пройдет в скором времени для Тегеранского университета. Наших учебно-методических комплексов цифровых платформ. Мы также договорились о работе по направлению нефтегазовый инжиниринг. Вы знаете, что это является бюджетно-образующей отраслью для Ирана, тоже находящийся под санкциями. И многие технологии, которые сегодня есть в мире, которые есть в России, их нет в Иране, потому что они туда не пришли, потому что есть ограничения. И сегодня университет предлагает очень многие проекты для Ирана, для реализации. И они заинтересованы в этом. Университет, который недавно к нам приезжал, это университет Шахида Бехишти. Мы еще раз переподписались на меморандум о взаимопонимании, потому что прошлый истек. Уже сейчас ими предложено шесть финансируемых их нефтяными компаниями проектов, в которые наш университет будет включаться. Скоро пройдет крупная конференция в Институте геологии и нефтегазовой технологии по геохимии. Достаточно большая иранская делегация приедет на эту конференцию для того, чтобы обсуждать совместные проекты. Это является прямым результатом нашего визита. И то, что иранский ректор приехал к нам, это тоже результат нашего визита, потому что, рассказав про наш университет, он изначально планировал приехать только в Москву. Но, услышав о нас, он сказал, я обязательно в первый же день приеду в Казань. И до Московского государственного университета, он приехал в Казанский федеральный университет и провел здесь целый день. Мы договорились тоже о многих вариантах, направлениях сотрудничества. Очень важно налаживать эти взаимоотношения. Кстати, в октябре пройдет в Владикавказе совместное заседание Совета ректоров вузов России и Ирана. Это тоже говорит о векторе, который задает руководство Российской Федерации в этом направлении. И мы надеемся, что к этому времени мы выйдем уже с конкретными соглашениями для подписания, уже прикладными проектами, которые мы будем совместно реализовывать с Иранскими университетами. Но если посмотреть по рейтингам, по КОЭС, по Times Higher Education, некоторые иранские университеты обгоняют Казанский федеральный университет в предметных рейтингах. Например, возьмем тот же петролиум инжиниринг, как мы говорим, у нефтегазовый инжиниринг. Университет Шарифа находится на 17-м месте в мире. Тот университет, который предлагает нам реализовывать совместные образовательные программы в этой сфере. Казанский университет, вы знаете, в диапазоне между 50 и 75. Иран — это очень интересно. Казахстан. Казахстан — страна, с которой у нас всегда были теплые связи, контакты с момента, наверное, образования нашего университета в начале 19-го века. Казахстан была территорией зоны ответственности Казанского университета. Знаете, тогда это называлось Киргизскими степями. Киргизы-Кайсакскими. Да, да, да. И знаете, что столица была в Оренбурге. И фактически мы ограничили. Тогда это называлось Киргизией, Большой Киргизией. И мы ограничили с Киргизией тогда. Фактически Казанская губерния ограничила с Киргизией. На протяжении, по-моему, около двух лет во время формирования Советского Союза. И действительно многие образованные люди, которые работали потом в мечетях, в образовательных организациях, в школах на территории нынешнего Казахстана, это выпускники Казанского федерального университета. Тогда Казанского императорского университета. Это большой вклад, который сделал наш университет. Вы знаете, сколько рукописей, какой культурный материал накоплен в нашем отделе древних рукописей, посвященный вообще Казахстану, этой территории. И сегодня Казахстан является для нас одним из стратегических партнеров. Со многими университетами у нас налажены контакты, взаимодействия, реализуются совместные образовательные программы. И вы знаете, что сегодня буквально недавно прошел Питерский международно-экономический форум. И человеком, который посетил этот форум, был президент Республики Казахстан, Такаев. И он, по сути, был одним из, наверное, единственным крупным лидером зарубежной страны, который приехал в нашу страну на это важное мероприятие. И это говорит об уважении к Российской Федерации, этому вкладу в развитие Казахстана, который Российская Федерация делала и продолжает осуществлять. Вы знаете, какие большие инвестиции пришли в Казахстан после 24 февраля. А сколько проектов реализуется? Республика Татарстан инициировала крупные проекты еще до февраля. КамАЗ и Татнефть. КамАЗ Кастанай строит два больших завода, Татнефть строит шинный завод. И, как правило, за крупными предприятиями приходят организации образовательные, потому что для этих предприятий нужно готовить кадры. И было принято решение в свое время еще в феврале, когда Татарстан приезжал в Москву, а потом в Казань, в Челны и Нижнекамск. Это единственные города, которые он посетил в феврале. Это была Москва, встречался с президентом России. Потом приехал именно в Казань, встретился Руставом Ильичем Менихановым, я был на этой встрече. И далее он поехал по этим двум остальным городам на востоке республики, потому что хотел посмотреть, а где работает Татнефть и шинный завод, а где работает КамАЗ. Потому что это предприятие, которое производит самые крупные инвестиционные проекты сегодня в Казахстане. Это говорит о большом уважении. И тогда же было принято решение о сотрудничестве в сфере высшего образования между лидерами двух стран, между Владимиром Владимировичем и президентом Казахстана. И уже определены были конкретные московские университеты, прежде всего инженерные, технические, которые будут открывать филиалы в Казахстане. При этом далее в марте месяце состоялся уже наш визит по Казахским университетам. Со многими мы возобновили наши отношения, несколько прерывный период пандемии. Но также на юге Казахстана мы посетили город Шымкент, город Алматы. И в Шымкенте действительно была высказана идея одним из крупнейших предпринимателей Казахстана, входящим, насколько я понял, в двадцатку Форбс Казахстан. Человек, который занимается нефтяным бизнесом, нефтедобычей, строительным бизнесом, гостиничным бизнесом. Он высказал предложение об открытии филиала Казанского университета в Шымкенте. Было направлено соответствующее обращение руководителю наблюдательного совета нашего университета, Руслан Маргаревич Менихану, президента нашей республики. И господин Суиджанов приезжал буквально на прошлой неделе в наш университет, встречался еще раз с президентом республики, подтвердил свое намерение. И сегодня идет активное обсуждение возможности открытия подобного филиала, реализации подобного проекта. Сегодня мы находимся, наверное, на первом шаге этой работы. В то же время бизнес работает очень быстро. Поэтому мы идем достаточно оперативно и видим, что уже определено и место строительства, и проект здания, который будет предложен Казанскому университету. То есть достаточно крупный для него инвестиционный проект для господина Суиджанова. Я думаю, что мы будем в этом направлении двигаться. Безусловно, основной спрос — это инженерные кадры, это кадры в сфере строительства, в сфере естественно-научных направлений. Наверное, будем изучать и двигаться дальше. Потому что Казахстан для нас очень важный партнер. Порядка 400 студентов сейчас в Казахстане у нас в университете учатся. Цифра не самая большая, но она растет. Это важно. Филиальная политика Казанского университета в зарубежье. Вот вы сейчас затронули тему Казахстана. Открывается филиал. Пока не открывается, пока планируете. Есть план. Есть план. И под слово очень авторитетного, очень серьезного человека. И тем не менее, я предлагаю поговорить на эту тему. Филиальная политика за рубежом. Почему? Потому что, во-первых, не все понимают, для чего она нужна. Что она дает. Потому что иногда я таки слышал комментарии, что в Узбекистане, в каком-то отдаленном ауле, в кавычках, в городе, не Ташкенте, не Ташкенте, открывается филиал Казанского университета. Зачем? Говорят они. И вот что мы скажем таким пикейным жилетом? Ну, скажем так, и Казанский федеральный университет не в Москве. Давайте с этого начнем. Как пикирую. Но давайте, скажем так, действительно, долгое время Казанский федеральный университет занимался консолидацией, я бы сказал. При создании университета основная политика была связана с консолидацией усилий, средств, ресурсов. И это было действительно важно. Потому что тогда создавался федеральный университет, необходимо было обеспечить достаточно высокое качество, необходимо было обеспечить консолидацию коллективов, вузов, которые входили в состав университета. И тогда Шатровкадж Гафуров, ректор Казанского федерального университета, в то время говорил о том, что университет целенаправленно ведет политику по оптимизации, сокращению количества филиалов и повышению качества в тех филиалах, которые продолжают работать. Это и Лабужский, и Наберечеллинский институт. Это были стратегически важные институты. И филиалы нашего университета, в которые действительно вкладывают серьезные ресурсы и продолжают вкладываться. В то же время мы понимаем, что университет доходит до определенного этапа, в том числе в своей политике интернационализации, когда дальнейшая интернационализация может быть связана с расширением присутствия университета на территории отдельных стран. Я не хочу сравнивать с политикой франчайзинга. Мы знаем, что есть политика такая, когда компании стандартизируют некоторые процедуры, технологии, когда они могут гарантировать определенные качества. Они пытаются масштабировать эти технологии. И в данном случае идет примерно та же политика. Но эта политика очень осмотрительная и достаточно осторожная. То, как себя ведет Казанский федеральный университет. Сегодня есть два проекта, которые достаточно активно реализуются, находятся в активной фазе реализации. Один из них, действительно, вы заметили в Узбекистане. Правда, я не совсем согласен с характеристикой этого места. Это не моя характеристика, это я выбрал в комментариях. Это пикейных жилетов, как вы сказали. Это город по размеру примерно как Нижнекамск. Причем активно развивающийся и активно растущий. И я думаю, что в обозримой перспективе это будет городом-миллионником на самом деле. Город, примерно находящийся от Ташкента на расстоянии Нилабуги. На юго-запад Ташкента связанной с им высокоскоростной железной дорогой, неплохой трассой. И город, активно развивающийся и имеющий на своей территории особую экономическую зону, так же, как Нилабуга. Причем эта зона связана с сборкой производства, сборкой автотранспорта. Там в том числе находится сборочное производство автоваза, завода Киа, Ситроэн. В том числе много электроники собирается, есть химия и так далее. То есть это активно развивающийся регион, который требует кадров. И в данном случае инициатором создания этого филиала выступила сама Джизакская область. Джизак, так называется, город Джизак. И президент Республики Узбекистан поддержал эту инициативу в свое время и подписал соответствующее постановление. Фактически Республика Узбекистан стала инвестором в этом проекте. Сегодня выделив здания, выделив финансовые ресурсы для ремонта, выделив деньги на закупку необходимого учебно-лабораторного оборудования. Сегодня, если посчитать, уже выделенные деньги – это порядка 4 миллионов долларов. 4 миллиона долларов у нас и в Узбекистане – это разные деньги. Я сразу прошу учесть. Тем более, что у нас сегодня доллар – крайне слабая валюта, прямо скажем. Но отмечу, что сегодня основные направления подготовки в Джизаке связаны с развитием геологического нефтегазового сектора. Это направление связано с развитием машиностроительного кластера. Поскольку инвестором выступила Республика и область, то Республика Узбекистана и область Джизакская, то спрос есть специалистов для социальной сферы, это медицинские кадры и направления, которые связаны с экономикой, лингвистикой. Там нужны переводчики, потому что очень много иностранных инвесторов. Эти направления наряду с IT-направлениями, которые тоже два направления по IT-технологиям будут там развиваться, и примерный прием в этом году около 350 человек планируется пока. Мы, кстати, планировали там открытие тележурналистику, потому что это спрос, он есть, был изучен рынок для местных кадров, телевизионных каналов. Не только области, там рядом Самарканд, рядом Сардаринский район, то есть много населенных территорий, которые требуют эти кадры. Поэтому я думаю, что проект будет достаточно успешным. Вот уже в октябре мы ожидаем открытие с участием двух президентов Республики Узбекистан и Республики Татарстан. Мы надеемся, что они смогут посетить это мероприятие. Еще наши филиалы. И чем они конституально отличаются? Второй филиал, который сегодня прорабатывается, открытие которого прорабатывается в нашем университете, это Каир. Проект очень амбициозный, интересный. Каир — это мегаполис 20-миллионный... Это 20-миллионный город, вы правы. Это, по сути, большая страна. Сам по себе этот город. Примерно 1,5-1,4-1,5 населения всего Египта сконцентрировано вот этой Дельте-Нила, скажем так. Это страна с большим количеством молодежи, так же как и Узбекистан, если посмотреть по демографической структуре, молодежи студенческого возраста там больше, чем в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация населения все-таки достаточно пожилое в целом. И спрос на высшее образование, в том числе медицинское образование, там очень велик. Поэтому один из вестров египтовским, у нас были продолжительные отношения здесь, в Казани, он высказал инициативу, предложение открыть филиал. И такой проект планируется реализовать в будущем, в 2023 году. Сегодня подписано соответствующее соглашение и идет проработка отдельных вопросов, деталей этого сотрудничества. И, конечно, основной интерес был в сторону медицины, потому что египтяне, когда приезжают к нам в университет, сегодня порядка 300 ребят из Египта у нас обучаются, они, конечно, выбирают медицинские направления. Хотя не только. Учатся в сфере бизнеса, в сфере нефтегазового инжиниринга, по-разному. Но, конечно, основной интерес именно там. Поэтому было это предложено. Мы сейчас это прорабатываем совместно с Институтом фундаментальной медицины и биологии. А если говорить о Казахстане и потенциальном казахском проекте, то, еще раз повторюсь, это тоже геология, это нефтегаз, поскольку сам инвестор, человек, который выдвигает эту инициативу, господин Сиджанов, он сам руководитель нефтедобывающей компании, владелец строительного бизнеса, поэтому и строительство, и химия тоже достаточно интересна для них. Поэтому я думаю, что там именно будет концентрация на таких вот, извините за выражение, индустриальных направлениях подготовки. Но Южный Казахстан — это очень густонаселенный регион. Это регион, который граничит непосредственно с Узбекистаном, Ташкентом. Границы с Казахстаном, в сути, проходят по городу Ташкент. И большое количество ребят из Узбекистана также приезжает в Казахстан для обучения. Поэтому с точки зрения спроса, спрос тоже там большой. Но вы задавали вопрос, насколько я помню, относительно того, о чем это выгодно для университета. А зачем это университет? Конечно, мы к нему подойдем. Да, мы к нему подойдем. Если позволите, я к нему и обращусь. Давайте. Действительно, можно задать вопрос. Давайте мы будем принимать сюда этих иностранцев, пусть они учатся в Казани. Но 10 800 иностранных студентов — это очень большая нагрузка для кампуса университета. Это очень большая нагрузка. И все больше и больше мы слышим с стороны иностранных студентов, их родителей, что университет у нас очень селективный, к сожалению, к нам очень сложно поступить. Это действительно так. В Казахстанском университете, на самом деле, несмотря на, как вы говорите, зачастую есть мнение о том, что к нам приезжают, может быть, не самые лучшие иностранные студенты. Я этого не говорил. Не говорил. Хорошо. Тем не менее, я хочу сказать, что университет становится все более и более селективным. Причем не только на медицинские, но и на другие направления. Поступить в университет очень непросто для иностранных граждан. Но спрос большой на это образование. Я не хочу сказать, что в филиалах мы будем снижать качество образования. Очевидно, что мы должны поддерживать достаточно высокий уровень. Но в то же время мы можем обеспечить существенный прием, цифры приема, не увеличивая нагрузку на наши ресурсы, на нашу инфраструктуру. Я, прежде всего, говорю об общежитиях, которые мы должны предоставлять иностранным ребятам, которые к нам приезжают, или стараемся это делать, по крайней мере. Потому что в этом году мы, к сожалению, уже не способны предоставить общежития всем первокурсникам, иностранным и иногородним, которые поступают в наш университет. И, конечно, эта нагрузка и на преподавателей, и на нашей аудитории. Я думаю, что, в принципе, эта политика правильная. Важно, чтобы мы смогли, еще раз повторюсь, обеспечить высокий уровень качества в наших филиалах, отработать технологии взаимодействия со студентами, с предместными преподавателями, приглашениями наших преподавателей туда, вот этой мобильности. То есть, если мы правильно и верно выработаем все технологические процессы в рамках работы наших филиалов, таких непохожих, как Узбекистан и Каир, я думаю, что мы действительно сможем обеспечить хороший уровень развития для них, для этих филиалов. Но я одновременно хочу сказать, что это определенная прививка международности, интернационализации. И для наших преподавателей, для наших институтов, которые очень активно вовлечены в формирование, в деятельность этих филиалов. Я уверен, что этот международный опыт в целом позволит расширить горизонты наших преподавателей, наших коллег, которые работают в нашем университете в этой части, в части интернационализации, в части работы с зарубежными странами. Когда, на ваш взгляд, эти проекты, которые сейчас на стадии близкого появления, уже обретают плоть, в том числе в виде зданий, в виде оборудования, а не просто в виде разговоров, в виде встреч, готовящихся президентов на перелезание ленточек, когда эти проекты, можно будет назвать, что они состоялись, что вот сколько вы себе срок отвалите? Или, условно говоря, результаты этих проектов, как вы они задумывались? Когда, через какое-то время, можно сказать, ребята, есть результат или нет результата? Получилось или нет? Смотрите, вот по Узбекистану план по открытию — это октябрь. Это срок, когда должны открыться здания, помещения, мы должны положить лицензию, ребята, студенты, первокурсники должны туда зайти для учебы. Если говорить о результатах, которые мы получим, результат — это 4 года обучения в бакалавриате, первый курс, собственно, мы получим его, видим, насколько они востребованы у работодателей, это самое важное, насколько они успешны в построении своей профессиональной карьеры. 3-4 года, я думаю, для каждого из них. В 26-м году мы с вами здесь соберемся в этой студии, и вы нам скажете. Мы очень оптимистичны в том, что мы сможем собраться в этой аудитории, если это будет возможно, безусловно, мы это сделаем. И если говорить о Египте, то, ну, поскольку у нас медицинские направления, там шестилетний срок обучения, но я думаю, что там есть несколько показателей эффективности. Ряд показателей может быть связан с устойчивой бизнес-моделью. Потому что не секрет, все-таки, что когда мы говорим о филиале, они должны быть не только устойчивы политически, должны давать качественное образование, но и должны быть устойчивы экономически. Это тоже очень важно. И я надеюсь, что и филиал в Узбекистане, где, кстати, есть бюджетные места, то есть Республика Узбекистан будет взять бюджетные места в нашу филиал. Это очень важно. Это говорит о признании и нашего встраивания в систему высшего образования Республики Узбекистан. В случае Египта это все-таки чисто инвестиционный проект, бизнес-проект. Мы надеемся, что уже по течение первых двух-трех лет в Каире мы также увидим какой-то результат, существенный результат для нас. Я еще хочу сказать о каких-то эффектах. Они менее, может быть, значимы для самого университета, но они значимы в целом. Речь идет о флаге России в Каире, о русском языке, который будет там преподаваться. Аналогично в Джизаке. Это ведь российское образование. Это ребята, которые будут получать российское образование по российским стандартам. Это наши единомышленники. Это люди, которые будут мыслить с нами примерно на одном языке, в одних категориях, в одной терминологии. Я вам пример приведу. Когда мы ездили в Иран, в какой бы университет мы ни приехали, на уровне проекторов там есть люди, которые закончили российский университет. Приятно, что во многих из них есть люди, которые закончили наш университет. И сегодня эти люди являются основными контактами моими в этих университетах. Они являются нашими праведниками нашей идеологии в этих университетах. Они заинтересованы в этом. Второй пример, который я приведу, еще более интересный. Там приехала группа проекторов из Узбекистана, и когда они узнали, что я в скором времени пойду в Иран, они мне рассказали свой опыт. Когда они должны были отправить на стажировку студентов из Узбекистана в Иран, у них дошел разговор относительно того, на каком языке пройдет эта стажировка. Иранцы предлагали сначала фарси, потом английский язык, но, к сожалению, оставался языковой барьер. И в самый последний момент иранские профессора сказали, ну а на русском ваши студенты разговаривают. Узбекские коллеги сказали, да, говорят. И вся стажировка узбекских студентов в Иране прошла на русском языке. То есть русский язык там действительно ценится. И здесь речь не только об Иране, аналогично в Турции. Если вы приедете в Турцию, вот мне посчастливилось открыть аудиторию имени Агдаса Нигмета в Анкарском университете во время его визита последнего. Это наш соотечественник, уроженец, насколько я помню, Черемшанского района, республики Тарстан в то время. Он эмигрировал после революции в первой четверти 20 века в Стамбул. В Стамбул в Стамбулском университете получил образование. Потом приехал в Анкарский университет и открыл там институт, кафедру словистики. В том числе активно был пропагандистом преподавания изучения русского языка. Его аудиторию мы там открыли. В 50-х годах он там открыл кафедру словистики. Большая традиция преподавания русского языка. Аналогично в Стамбулском университете. Это наши люди, которые исповедуют наш принцип мировоззрения. И надо их поддерживать. И наши факультеты, наши филиалы в этих странах, это в том числе и флаг культурный образовательный. По филиалам мы побежались. Теперь хочу говорить о ваших планах. То есть, условно говоря, обозначили мы направление Турция, Иран, Египет, Узбекистан, Казахстан, где уже представлен в той или иной форме Казанский университет или собираются представить. А где стратегическое направление, куда мы хотим еще попасть? Вы знаете, что в университете обучаются ребята из той иной страны мира. Поэтому мы во многих странах есть. Сегодня, по-моему, зарегистрировано порядка двухсот стран в ООН. В половине стран мира. Из половины стран мира у нас есть представители в нашем университете. И для нас, кроме обозначенных стран, следующими приоритетами, я бы сказал, следующими рядоположенными, то есть не по рейтингу, являются страны Латинской Америки. Это и Колумбия, это Эквадор. Активно растущие страны Латинской Америки нам очень интересны. Также нас интересует Индонезия, как крупнейшая, кстати, мусульманская страна в мире, с наибольшим количеством мусульманского населения, более двухсот миллионов сейчас населения стран. И ребята из Индонезии у нас учатся, и осенью пройдут следующие образовательные выставки в Индонезии. Мы тоже обязательно туда поедем, будем встречаться с нашими партнерами. Ну и две страны, которые, наверное, составляют у нас фактически треть населения земного шара. Это Индия и Китай. Вы знаете, что Китай всегда имел очень теплое отношение к Казанскому университету, учитывая историю и студентов, которые здесь обучались, которые сыграли важную роль в развитии Китая в последующем. Владимир Ильич Ленин, для них очень ценная, значимая фигура. У нас сегодня обучается порядка полутора тысяч студентов из Китая. И мы, безусловно, хотим не только не потерять, но и расширить этот рынок для себя, свое присутствие на этом рынке. Пандемия сегодня накладывает определенные ограничения. К сожалению, у нас фактически отсутствует регулярный рейс. Есть единичные рейсы из Москвы в Пекин, но регулярных рейсов нет. Но мы надеемся, что осенью они появятся. И для нас очень важно развивать отношения с Китаем и с нашими традиционными партнерами в Китае. Индия нам тоже интересна. Традиционно индийские студенты приезжают к нам на медицинские программы. Но наша задача — диверсифицировать те направления, на которых они обучаются. Нам очень хотелось бы видеть их на наших IT-направлениях, на инженерных направлениях. Поэтому будем стараться это делать. И, конечно, здесь важную роль играют наши контакты с индийскими университетами. Сегодня, благодаря содействию посольства Индии в России, мы соответствующие контакты налаживаем или актуализируем уже действующие контакты. И рассматриваем варианты реализации совместных образовательных и научных проектов. То есть эти страны нам очень интересны. Не менее, кстати, интересны и Пакистан, который является соседом Индии. Ее, как у нас можно называть, партнером. Закадычным другом и партнером. Заклятым другом. Вот, совершенно верно. И страна, которая тоже близка к нам в культурном плане, в некотором смысле. Религиозном, я бы сказал. Поэтому, я думаю, что с Пакистаном у нас тоже могут быть неплохие отношения. Тем более, что сегодня мы получаем письма и предложения из Пакистана о сотрудничестве с ведущими университетами, а также с научными организациями Пакистана. Я думаю, что мы тему Пакистана тоже будем активно развивать в ближайшее время. Тимофон Балатович, вот внешняя активность, международная активность Казанского университета, вот на фоне других университетов страны, мы, скажем так, какое место занимаем с точки зрения именно активности, с точки зрения проектов, с точки зрения динамики? Ну, если говорить о количестве иностранных студентов, вы знаете, что Казанский университет Сыря был на втором месте, после Российского университета Дружба народов по численности иностранцев. Я имею в виду активность именно в совместном проекте. Ну, активность ее же надо квантифицировать как-то, посчитать. Почему я спрашиваю? Потому что, на самом деле, 24 февраля, а до этого пандемия, все российские вузы оказались в примерно одином положении. У нас появилась масса недружественных государств. Эти недружественные государства, соответственно, оборвались контакты, традиционные контакты, очень часто. И не получается ли так, что Казанский университет в связи с некоторыми особенностями региона, в первую очередь, культурными особенностями, религиозными особенностями, он оказался в более выигрышной позиции, чем, например, те вузы, с которыми мы постоянно конкурировали. Там, Новосибирск, Томск, Петербург, ну, Москву все-таки трудно сравнить, хотя, кто знает, может, вы скажете, что мы с Москвой можем посоперничать уже именно в налаживании контактов и, возможно, проектах. Ну, у нас же нет коллективной Москвы. Есть конкретные вузы в Москве. Место того, что со многими вузами в Москве мы не только соперничаем, но и обыгрываем их, если говорить о международной кооперации, международном сотрудничестве. И, отвечая на ваш вопрос, оказались ли мы в более выгодном положении, я бы ответил, да, оказались. Прямо. Потому что многие московские университеты, Санкт-Петербургские университеты, они, конечно, рассчитывали и развивали достаточно активное сотрудничество с европейскими странами. Я не скажу, что Казанский университет этого не делал, но мы никогда не клали яйца в одну корзину. И мы всегда, повторюсь, были мостом между Западом и Востоком. Мы многое брали с Запада, перерабатывали, формировали новые образовательные научные продукты и продавали их, извините за выражение, да, но это рынок образовательный. В том числе в страны Центральной Азии, на страны Ближнего Востока, в страны Магрибы и так далее. То есть это то, чем мы на самом деле занимались и достаточно неплохо занимались. И я думаю, что в целом сегодня наш университет оказался в ситуации, когда мы, с одной стороны, выигрываем от тех контактов, которые у нас уже есть. И, безусловно, мы должны работать еще более активно. То есть мы нельзя стоять на месте, надо просто быстро бежать в эту ситуацию. Именно поэтому у нас так активизировались международные поездки сейчас весной. С одной стороны, это связано с предстоящей приемной кампанией, уже начавшейся недавно совершенно приемной кампанией. Но, с другой стороны, это связано с тем, что нам надо актуализировать свое присутствие, свою активность в этих странах. И если говорить о наших партнеров из других университетов, я не сказал, что мы там активно конкурируем, потому что рынок, за это, он большой. И в России, и за рубежом. Новосибирские и Томские университеты, они традиционно активно работали, например, с Казахстаном, с Китаем. Я не скажу, что они только работали с европейскими университетами, хотя с Европой очень хорошие связи у них были. А говоря о московских и питерских университетах, общаясь со своими коллегами там, проекторами по международной деятельности, по образовательной деятельности, я, конечно, вижу их озабоченность, потому что многие программы были приостановлены, прерваны. И все-таки Москва и Петербург — города центральные, и с ними отношения прерываются в первую очередь. И, безусловно, многие из них сегодня переориентируются на страны Центральной Азии, в том числе, если мы говорим и об иностранных студентах, потому что многие вузы московские рассчитывали, в том числе, на иностранцев из Европы, они приезжали активно в Москву и в Петербург. А то сегодня такой поток, наверное, будет, в некотором смысле, истощаться. И, конечно, задача стоит привлечь, открыть для себя новые рынки. Это и Ближний Восток, это и Центральная Азия. В этом смысле мы, конечно, вступаем в некоторую конкуренцию. То есть мы пришли чуть раньше, но качество наших образовательных продуктов должно быть еще выше теперь. Для того, чтобы мы могли достаточно активно быть конкурентными на этих рынках наряду с московскими и петербургскими университетами. У меня такой вопрос. Появление недружественных государств, появление железного занавеса. Что для учебных, образовательных, научных программ Казанского федерального университета оказалась наиболее болезненной такая реальность, появление вот такой ситуации? Если говорить, мы с вами в самом начале чуть-чуть затрагивали ситуацию, связанную с вопросами мобильности. Наверное, это одна из самых больших сложностей. Это невозможность выезда в ряд европейских стран. Это вопросы финансовые, то есть не работа пластиковых карт, это удобство в целом. Но это такие краткосрочные, наверное, вопросы, которые, в принципе, решаются тем или иным способом. В то же время, конечно, в рамках реализации нашего проекта 5.100 мы инвестировали достаточно большие ресурсы и время в выстраивание отношений с рядом крупнейших университетов. Великобритании, Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии. И сегодня, конечно, вот этот не разрыв отношений, но такое прерывание этих отношений, негативные коннотации постоянные, бэкграунд, который есть в этих отношениях, он, конечно, не является продуктивным. Я бы сказал, что вот это, наверное, является одним из самых больших проблем. И также есть проблемы, связанные с публикационной активностью. Вы знаете, что ряд журналов перестали публиковать наших ученых. Есть вопросы, связанные с закупкой оборудования. Сегодня вопросы импорта, исследовательского оборудования, расходных материалов тоже под большим вопросом. И сегодня мы ищем пути и способы. Кстати, открытие филиалов за рубежом в том числе является, возможно, одним из ответов на эти проблемы. То есть за счет того, что филиалы не попадают под железный занавес, возможно, получение тех же расходных материалов. Почему я спрашиваю? Потому что, когда я захожу, например, в Институт фундаментальной медицины, я смотрю оборудование, которое там МАДЭН США. Я вижу расходные материалы, которые прислались из Германии. Это генетические исследования. Они там, во-первых, дорого стоят, их надо много. И все это оттуда. Вы знаете, что такое параллельный импорт. Я вот сейчас был в Иране и тоже увидел много всего. МАДЭН США. То есть не остановится ли это? МАДЭН Германии. И все это буквально в 2010-2020 годах. То есть параллельный импорт работает, с одной стороны, в Россию. С другой стороны, я не буду напрямую отвечать на ваш вопрос. Я скажу, что, безусловно, когда мы говорим о филиалах, мы, в том числе, говорим о развитии научных исследований в этих организациях, в этих наших зарубежных институтах, что называется. И важно, чтобы там развивалось не только образование, но и научно-исследовательская деятельность. На благо, в том числе, тех стран, где они находятся. Потому что это, в том числе, вопросы научной кооперации с этими странами. Поэтому я скажу, что филиалы, безусловно, являются важными научно-исследовательскими площадками, потенциальными для нас. То есть, если, например, ситуация станет достаточно критичной, то научные исследования, которые ввели сейчас, можно развернуть в филиалах? Я не думаю, что они остановятся в Казанском университете. Я думаю, с одной стороны, будет активно работать импортозамещение в части расходных материалов. Еще раз повторюсь, об импорте наш человек очень смекалистый в России. Граница очень большая в Российской Федерации. Особенно с Китаем, с Казахстаном. Я думаю, что те или иные способы будут найдены. Безусловно, все дорожает. Все становится в полтора-два раза дороже в результате этого параллельного импорта. Увеличение цепочки поставки. Каждый хочет получить свою прибыль. Берет для себя дополнительные риски. Но я думаю, что в конечном итоге все-таки пути и способы продолжения исследований будут найдены. Но филиалы нам в помощь. Ну что ж, Тимирхан Балатович, время нашей программы подходит к концу. Я еще раз представлю нашим телезрителям нашего гостя. Это проектор по внешним связям Альшин Тимирхан Балатович. Я журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова